Я не чувствовал, когда уходил в таком счете, чтобы помочь команде хотели? Какие были ощущения, когда вы просто поменяли голубой? Хотелось бы помочь команде? Да, конечно, вы всегда хотите помочь, но... Конечно, всегда хочешь помочь команде. Но я просто пытаюсь спокойно и играть в моем игре. Я думаю, что Гаврилов играл очень хорошо. Они имели много возможностей в начале игры. Может быть, мы просто нужны для меня. И я просто пытаюсь делать свое дело. Я старался сыграть плавнокровно, но я должен сказать, что Гаврилов играл хорошо. Просто было слишком много перехожденных моментов в наших воротах. Может быть, раньше как-то надо было внести какие-то изменения в группе команды. Было лучше всего. А как себе чувство, когда уходил? Как вы чувствовали, когда вы вошли в айс? Сложно ли это физически? В смысле физически? Это сложно просто играть в игре? Я думаю, это... Конечно, это немного сложнее и разное, но это... Это часть работы для голова. Ты не играешь в каждом игре, но когда ты не можешь, ты должен быть готовым, если что-то случится. Это не легко, но это не первый раз. Конечно, это отличается. Сложнее выходить в разгар игры, но такова работа вратаря. Нужно быть готовым всегда. У вас есть какие-то версии, почему вам удалось так удачно сыграть сегодня, выйдя на замену? У вас есть какие-то идеи, почему вы успели играть так хорошо, после того, как вы играете в игре, после того, как вы играете в игре? После того, как вы играете в игре? Я просто играю в игре, как я всегда пытаюсь играть в игре. И сегодня я думаю, что это было хорошо, но это не важно сейчас. Мы почти вернулись, но мы не сделали. Ну, обычно мы стараемся всегда вернуться в игру, но это не получилось. Николас, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете перед вызовом сборного? Какие ощущения, когда вы выбрали национальную команду? Это лучше, чем? Это очень весело, я надеюсь. Это здорово, я с нетерпением жду. Всегда здорово представлять свою страну, я очень рад. В прошлом году пару раз была такая же ситуация, но в начале этого сезона у меня были такие переговоры. Не падай в игре, но я очень рад, что пригласили такие. В прошлом году и в апреле меня приглашали. Николас, а что вы ожидаете от этого турнира, Кубка Карьяла? Что вы ожидаете от этого турнира, Кубка Карьяла? Я ожидал, что это будет хороший уровень хоккея. Я пойду туда и пытаюсь играть лучшую игру. Я могу. Но, в основном, это важно, чтобы фокусироваться на этой неделе с нашей командой. Потому что у нас есть два важных игр, и после этого я буду фокусироваться на национальной команде. Поэтому сейчас мы только фокусироваться на двух игр с Салаватом. Я надеюсь, сыграть хорошо за сборную, но фокус, сконцентрировать внимание нужно на этой неделе, на оставшихся двух матчах до турнира за Салават и Лайф. Сыграть максимально хорошо. Потому что я уезжаю, поэтому задаю вопросы заранее. Спасибо большое, удачи. Как мне комментировать свой чудо-сейв? Как мне комментировать свой чудо-сейв? Да, это всегда весело, когда ты делаешь шайф вот так. Я думаю, это было очень важно. Мы всегда здорово. Мы получаем. Мы получаем. Но, к сожалению, нет. И момент такой был важный как раз. Мы практически вернулись в игру. Это очень важный был с этой точки зрения. Вы видели эту шайбу, или это инстинктивно произошло? Ты видел этот пак, или это инстинктивно? Нет, конечно, я видел это. Потому что... Они прошли впервые. И обычно они шли сразу. Но я как-то... Я как-то видел этот пак, что он может вернуться. Поэтому я пытался быть готовым для этого. Конечно, это трудно вернуться. Но я пытался вернуться, как я могу. Конечно, это немного успеха, но я видел это. И это реакция. Обычно они после первого паса бросают. Но было такое ощущение, что может быть еще пойдет пас обратно. И поэтому я максимально вытянулся. И удачно. Спасибо. По поводу травмы Булума. Что он может сказать? Покомментировать ту ситуацию. Мы общались с ним. По поводу травмы Булума. В матче с Булумом. В отчетке. В отчетке. В отчетке. В отчетке. В отчетке. И отчетке. Присыл с ним. Нет. Я слышал. В отчетке. Это жалко. Когда я наступил, я не могу. Но я не могу. Возвратить от них. Нет, мы с ним не разговаривали по этому поводу, потому что все это уже позже всплыло, и вот этот штраф, но я удивлен, конечно, денежным штрафом, потому что, ну, это игровая ситуация, я оставил клюшку, он обнял, споткнулся, я теперь могу не налетать.